В творчестве Михаила Евграфовича Салтыкова Щедрина есть такая любопытная ветвь сказки, которую он сам называл сказками для детей зарядного возраста. И сказки эти он писал в два захода как будто бы. Первые в 60-е годы, а все остальные, вот большой корпус, годы в 80-е. Почему это важно для сказок? Мы же не знаем, когда, в каком десятилетии, а часто и в каком веке складывались настоящие народные сказки. Потому что это совершенно особый жанр. К народным сказкам имеет отношение очень опосредованное. И со сказками Салтыкова Щедрина связано очень много разных предрассудков, с которыми хочется побороться. Ну, во-первых, существует такое мнение, что в сказке Салтыкова Щедрин писал потому, что он не мог прямо высказать свои довольно радикальные убеждения. Есть такое устойчивое выражение «изоп в язык», то есть язык им на сказание. И тогда кажется, что Салтыкова Щедрин к нему прибегает для того, чтобы все-таки выразить свои воззрения на власть, на помещиков, на то, как угнетен народ. Про это, собственно, рассказывается в первых его сказках. Но это смешное соображение. Можно подумать, что все писатели, если бы им дали полную свободу формулировать, писали бы прокламацию, а не художественные произведения. И про Салтыкова Щедрина, конечно, это все неправда. Но интересно, что писатели часто дают какие-нибудь ключи к своим произведениям, объясняя не в самих произведениях, по их поводу, что они, собственно говоря, имели в виду. И у Салтыкова Щедрина есть такое любопытное высказывание. Он говорит, «Писание мое до такой степени проникнуто современностью, так плотно прилаживается к ней, что, ежели можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно, как иллюстрация этой современности». В этом высказывании любопытно вот что. Ну, во-первых, что Салтыкову Щедрину важно было сказать что-то о своей современности своим современникам. А во-вторых, можно поразмыслить над тем, насколько интересно для читателей спустя много десятилетий то, что он написал. И есть ли какой-нибудь другой смысл, кроме простого исторического любопытства для нас сейчас в том, что писал Салтыкова Щедрина. Ну, раз он говорил о времени, значит, важно сказать, в какое время он начал писать сказки. Первый написан в 60-е годы, десятилетие великих реформ, когда, наконец, отменили крепостное право, и когда вся литература с разных позиций, там, и хранительных, консервативных, а больше либеральных, демократических, говорил о том, кто такой народ прежде всего, и в чем смысл этих реформ, и как к ним следует относиться. А Салтыков Щедрин написал повесть о том, как один мужик генералов, двух генералов прокормил, и сказку «Дикий помещик». Эти сказки немножко напоминают нам сказки народные, бытовые, потому что там действуют люди, а не звери какие-нибудь. Там нет, в общем, волшебных предметов. И там вот рассказана история какая-то. Но история рассказана совершенно особым образом. Салтыков Щедрин, конечно, с нами, с читателями, играет. И играл, видимо, с читателями своими современниками. Он использует чудесные сказочные формулы, как будто намекая нам на такой общенародный смысл истории. Например, сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», начинается словами «Жили, добыли два генерала». И так как оба были легкомысленно, то в скором времени, вот мы услышали «Жили, добыли», и в этом же предложении мы получим вторую сказочную формулу. То в скором времени по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове. Вот она, игра. С одной стороны, чудесная сказочная формула по щучьему велению, по моему хотению. Но мы-то помним, что это Емеля говорил. И поэтому ведра начинали сами шествовать в избу, и печь там трогалась с места. А Салтыков использует эту сказочную формулу, чтобы сказать о своем авторском произволе. И вот эта веселая или горько-веселая игра начинается с первого предложения. Нам предлагают ситуацию абсолютно реальную. Генералы служат в регистратуре, получают жалования, у них есть кухарки. Мы даже знаем их адрес. Они не в некотором царстве живут, а на Подьяческой улице в городе Санкт-Петербурге. Но попадают они на необитаемый остров, и там, собственно, чудеса продолжаются. Или нелепости продолжаются. Веселые или, опять-таки, горькие. Как на них посмотреть? Оказывается, что эти два генерала не имеют представления вообще о том, как земля устроена, где запад, где восток. Не знали никогда, что булки на деревьях не растут. То есть можно, конечно, официально каким-нибудь социологическим языком сказать, что вот это представители господствующих классов, которые ведут паразитический образ жизни и никуда не годятся без трудящегося народа, который представлен этим самым мужиком, сумевшим прокормить двух генералов. Это будет правда. Но эта правда отлично была известна без Салтыкова Вщедрина тем, кто хотел эту правду знать. И никакого смысла ломиться в эту открытую дверь бы не было, если бы не вот эта щедрость, не эта остроумие, не эта горечь, не этот абсурд, который всё время слышится в этой повести. Но сколько ни сокрушайся о невежестве помещиков или генералов, сколько ни восхищайся умелостью мужика, вот как-то всё равно нельзя не откликнуться душою на вот эту самую смешную и жутковатую сцену, когда твои генералы чуть не сожрали друг друга и даже один другого ордена откусил с голоду. Игра заключается ещё и в том, что обстоятельства представлены сказочные, но о своём авторском произволе с первой же строчки Салтыков Вщедрин сказал, по его хотенью всё происходит. И дальше, хоть остров необитаемый, конечно, там находится мужик, который всех сумел накормить и сумел сам верёвочку сплести и себя к дереву привязать. И, собственно, история дальше потекла по очень счастливым для генералов рельсам. Они сыты, они довольны. Они возвращаются в свой Петербург и кухарки руками всплеснули, какие генералы стали белые да рассыпчатые. И Салтыков Вщедрин не забыл ещё несколько раз употребить эти привычные для нас сказочные формулы. Например, мы знаем, как часто в сказках встречают слова, не в сказке сказать, не пером писать. Обычно мы так говорим про какую-нибудь немыслимую красавицу, которая является героем. А у Салтыкова столько всяких ругательств Зуботычин принял этот самый мужик, пока он грёб на своей не то лодочке, не то ещё какой-то другой посудине, которую он приноровил для возвращения. А генералы его ругали всё время за нерасторопность. И вот сколько он этих ругательств получил, не в сказке сказать, не пером описать. А мужик, зная себе грёб, да, своих генералов селёдками кормил. Вот такая рассказана сказка. Она злободневная для 60-х годов XIX века. Она чётко обозначает всякие социальные и политические взгляды автора, но она ещё воспринимается как очень интересно сделанная сказка. И в ней, в частности, вот этот найденный Салтыковым приём смешения традиционного сказочного и совсем бытового привычного злободневного. Вот генералы находят на необитаемом острове, когда ищут чего поесть, в частности, газету «Московские ведомости». И читают, что написано в этой газете, а написано в «Не про еде». То есть сатира Салтыкова довольно беспощадная, распространяется много на что, в частности, на вот эту самую прессу, которая обслуживает вот таких генералов. Совершенно вот понятная идеологическая история. Много таких сказок Салтыковский Дрим писать не стал. Вот написал ещё «Дикого помещика», где похожая история. Опять помещик крестьян не любит, от них запах дурной. Он хочет, чтобы его поместья от мужика были освобождены. И случается так. Правда, не по его слову, а по молениям самих мужиков, которым невыносим стал с этим диким помещиком жить. И дальше, гротескным образом, нам Салтыковский Дрим показывает, как быстро дичает этот самый помещик, как он научается по деревьям лазать, когти отрастил, зайца догнал и порвал, когда голодным стал. С медведем дружбу водит. Собственно, и тут тоже очень прозрачная идея и очень любопытная поэтика. То есть смешно, изобретательно рассказывает нам Салтыковский Дрим про то, как ни на что не годятся эти самые люди из господствующих классов. Ну да, действительно, злоба дня, действительно, современность. Любопытны ли она больше тем, как сделаны эти сказки. А вот интересно, что к этим сказкам, к этому жанру Салтыковский Дрим возвращается в 80-е годы, в другое царствование. И, наверное, раз мы говорим про то, что злоба дня волнует Салтыковский Дрим, надо сказать, что в какое время он стал писать вторую серию своих сказок. В 80-е годы это уже правление Александра III. В 81-м году убили Александра II, великого реформатора. И следующий царь подморозил немножко Россию и установил в ней порядок твердый, поприжал несколько всякие либеральные силы. Обозначил готовность бороться с террором очень жестко. И вот, собственно говоря, в какой обстановке появляются сказки другого рода. Они все называются похожи. Самоотверженный заяц, орел-меценат, вяленая вобла, карась-идеалист. То есть действующие лица в них животные. И побольше это сказки уже другого рода. И в названиях либо какие-то мелкие птички и рыбешки, либо, наоборот, хищники разного рода. Медведи, орлы, щуки. И, в общем, понятно, что эти сказки в каком-то смысле приближаются к басням. Ну, по самым общим внешним признакам. То есть в них пойдет речь о соотношении сильных и бессильных хищников и тех, кого едят хищники, в широком смысле о власти. И о власти, у которой есть совершенно определенные свойства. Вот Салтыков-Щедрин в сказке «Орел-меценат» объясняет, что власть устроена очень просто. Очень просто. Он говорит, что все орлы, а также волки, медведи и так далее, хищны, плотоядны, но имеют свое оправдание, что сама природа устроила их исключительно антивегетарианцами. И чего бы не захотели эти хищники-правители в разных сказках Салтыкова-Щедрина? Прославиться посредством кровопролитиев, покровительствовать искусством, как в «Орле-меценате». Или с кем-то умным деспот иметь, как в «Карасе-Идеалисте», кончать все одним и тем же. Срабатывает их совершенно неотменимая антивегетарианская сущность. Они ловят, рвут когтями, глотают со злобой, с аппетитом или нечаянно всю живность вокруг себя. И никакой сложности в их изображении нет. Для Салтыкова-Щедрина это такая очевидная данность. Гораздо интереснее то, что думает Салтыков-Щедрин о тех, кто вступает в диспуты с властью, кого она глотает, кто пытается что-нибудь с этой властью поделать, что-нибудь и объяснить или как-нибудь от нее увернуться. И вот эти другие герои, самые интересные герои сказок Салтыкова-Щедрина. Салтыкова-Щедрина 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 Продолжение следует...